Сволон зарылись в землю, а там незаметно, наверное. Мы бы его сами не увидели. Где? Там? Да. Уже когда призыкли, мы подъехали, увидели, что стоит там. Простоял, говорят, две недели, у них его даже не нашел. Да ты шо? Тут со всей бедой. Датчик, ну, до ума довести только. Датчик скорости электро, короче. Ну, он где-то попал, блин, или по температуре. Определение слой чужой. Определение слой чужой? Да. Где-то он под минометы попал, хорошо. Да. Так я же говорю, ты посмотри. Тут еще не каждый танкист, бля, он сядет, и будет просто глупо улыбаться. Сразу даже датчики стоят этого. Короче, управление обоем, которое скидывается централизованно на все танки подразделения. То есть, в принципе, если по тихой воде подъехать к нам близко, то можно и не командовать. И она будет работать? Нет, по крайней мере, можно видеть всех, кто стоит рядом с тобой. То есть, командная машина со спецспортником GPS, определяет все танки, все подразделения свои. Это тоже был их. И дает картинку на вот эти дисплеи. То есть, командиры наводчик танка видят, где находится он, где находятся свои подразделения, где противник находится. А вы это можете использовать? Я надеюсь, что да. Каким образом? Дело в том, что мы его сможем использовать, когда пойдем в зону действия их командной машины. То есть, у нас будет вся та же информация, которую они дают своим подразделениям. Посадки затаились, пока заливаются, чтобы мы уже разбежали.